Воскресенье 25 октября по всей Украине прошли местные выборы. Результат Херсонской области нам особенно интересен, потому что неформальным представителем президента России в Херсонщине назначен давным-давно и опять-таки неформально Алексей Валерий Джуравко ему и держать ответ, как он провел, как он организовал и провел эти самые выборы. Сколько кто голосов получил, ну и как народ ходил на выборы, потому что надо же было мотивировать, чтобы там явка была высокая. Ну это все шутки, а если серьезно, то конечно Алексей Журавко близка родная Херсонщина и он тоже внимательно, пристально следит за тем, как люди голосовали и как сейчас идут подсчеты и кто там кого перемик. Алексей Валерийич, приветствую, тебя слова. Приветствую, ну что если я скажу? Я одно могу сказать, что мне эти выборы не понравились вообще. Я убеждаюсь в том, что нету той силы, которая бы объединила народ. Я убеждаюсь в том, что, конечно же, больные слова скажу, что народ прекратил думать, каждый сам по себе, выживу, не выживу. Это естественно сказывается и на местных выборах, не только в парламенте. Да, конечно же, президенту оценку дали. Он практически везде проиграл. Рейтинг его упал, Зеленского. Ну, мною не признанный президент. Потому как я все эти выборы называю фальш. И всего лишь. Показуха. Обидно за то, что ОПЗЖ не смогло договориться с элитами, не смогло договориться с Костяком, который присутствует на Херсонской области. И не взяли большинство. Я считаю, что явка была ниже, чем сегодня она нарисована. Там где-то 36,7. На самом деле, обзвание людей, общаясь по закрытым средствам связи, очень негативно. Второе, это самое страшное, что явка показала, что вышел электорат, именно который связан с рабочими местами. И недоверие, как к общенациональным, будем говорить, лидерам, в кавычках, всех, так и к внутренним. Народ не верит, разочарован. И писали на этих листах, будем говорить так, туалетных, как я называю, всякую гадость. То есть народу эти выборы вот так уже надоели. Ничего не меняется, все хуже и хуже живется и так далее. Если посмотреть по городу, как я, в принципе, и говорил, что будет идти Калыхалов и Сальдо. Ну, я Калыхалову как таковую не знаю. Но как можно за человека голосовать, который два года всего лишь в Херсонской области? Это для меня парадоксально. А знает ли он город? Сальдо хоть город знает. Хотя у меня свои вопросы к Сальдо есть. Но это такое дело. Ты объясняй, от кого эти люди баллотировались. Сальдо от своего блока шел. А тот свой блок создал, назовем так. Да и все. То есть местечковые. И будем говорить так, что самое страшное, что регулирование процессом вверх фактически утратил. Эти выборы показали, популяризацию показали. И страна еще хуже углубилась в раскол. Только она раньше на парламенте, на государственном уровне. А теперь этот раскол внедрился вовнутрь самого города. Что приведет, по большому счету, к, будем говорить, расколу, грабежу, убийств дополнительных. Назовем так. Алексей Валерьевич, как политические силы, какие расклады получились по Херсонщине, по твоему Церюбинскому? Неужели... Подожди. Область, ближе всех к Крыму находящаяся, за Петра Порошенко и его партию отдала, говорят, достаточно много голосов. Ну, понимаешь, вот это... Вот я там и говорю, что произошла популяризация. Самое страшное. Что это конфликт. А так, вообще-то, выиграла ОПЗЖ. Ну, если взять процентом соотношения в уровне местных советов, областных, районных советов, сельсоветов, то фактически нету большинства. Они не смогут влиять на ситуацию. Да, они там в Геническе выиграли, в Коковке выиграли. Но в данный момент они не смогут решать судьбу города, потому что им придется договариваться, а сверху будут стучать по голове и говорить, не давать воду Крыму. Вот и все. Поэтому они сами себя загнали в угол. Вот и все. Вот что показали эти выборы. Эти выборы показали, что это война, понимаешь? Та же самая. Ведь победил на самом деле по количеству, это предварительное, победил по количеству в Украине, то Порошенко, ты посмотри, националисты по Украине, так они и в Херсоне у нас есть. Зашел и Порошенко, зашли и другие радикалы. Ну и плюс самое страшное, это было некачественное оформление списков, назовем так, вот в ОПЗЖ, зашли проходимцы. Как и в тех, так и в этих. Поэтому грамотного подхода я не увидел. И что дальше принесет городу Херсону и Херсонской области, эта вся новоявленная ситуация, это еще неизвестно. Алексей Валерьевич, ну вот сейчас мы смотрим на Херсонщину, а она по большому счету такой плавильный котел Украины. Из Западной Украины туда целыми селами после войны переселяли, ну вместо такой депортации, мягкую депортацию делали, да, переселение вот этих людей, которые так или иначе взаимодействовали с бандеровцами. Думали, переселят их сюда, в Новороссию, к Черному морю, к Теплу, и они очеловечатся. Прошли десятилетия, а люди эти, как были вот западенцами, так оказывается и остались, и сохранили в себе вот этот вот Нахтигальский душок. К сожалению, это факт, Сергей. Это есть, это присутствует, и это по Херсонской области, естественно, режет, если говорить так, по-живому. Поэтому это и сказывается, и вот так оно голосует, ты же пойми правильно, сколько уже поколений прошло, а это явление сегодня присутствует, и это факт, и никуда от этого не денешься. Поэтому, ну то, что я вижу, что Херсонская область большую часть не согласна с тем поведением и отношением самой власти, это уже явно видно, раскол прошел. Все. Только это Украину еще раз на подтверждение будет раздирать внутри. И Украине уже осталось недолго. Это она держится за счет того, что Европа, Америка подпитывают, будем говорить, войны. А с каждым днем Зеленскому некуда будет деваться. Он будет терять власть на местах, а это приведет к хаосу. Это еще один пример живой. То есть эти выборы ничего хорошего не принесли. Тем не менее, все равно, как-то политические силы Украины, наша страна, в которой все со всеми умеют договариваться. Предавать потом, но поначалу договариваться. Вот сейчас попытаются договориться местные элиты, друг с другом, местные с Киевом. Как это видится? Вот эти договорники как начнут работать? Я с этим не согласен. Понимаешь, у них идет реформа местных советов, облсоветов, райсоветов и так далее. Сейчас это все по-другому выстраивается. Последнее же надо что-то украсть. Поэтому сейчас между собой кто договорится, а кто не договорится, и будет бойня такая, что мамами. Нет, ведь надо остатки того, что не украли, распилить. Это раз. Плюс давай будем говорить, личности прошли неординарные. То есть там нацики, там бандиты прошли, там клановость прошла. Кто-то к кому-то залезет не туда, и пошла та же самая спровоцированная бойня. Это совсем у тебя неправильное представление. Поэтому я бы не сказал бы, что они как-то друг с другом будут договариваться. Если договариваются, то у каждого будет дуля в кармане сидеть. И все равно рано или поздно это все вспыхнет. Как бы мы этого не хотели. Плюс внешние факторы играют по Керсонской области. Давай будем говорить. Там Эрдоган сделал заявление о том, что Крым это наш. А значит это цепляет татару наших керсонских. То есть это все скажется. Это мы напрасно так думаем. Понимаешь? Как внешний фактор повлияет на процесс его политики, который на сегодняшний день присутствует в Украине. Ведь представь себе, я русскоязычный. В Керсонской области появились Бандерштаты, нацики. Есть татары непорядочные, которые сегодня пропагандируют теракты и все остальное. Поэтому я бы не сказал бы так, что это так просто. Договорятся и все. Вот и все. Ну а в свете того, что сейчас будет земля продаваться, еще какие-то остатки чего-то будут распродаваться, вот местные власти на своем уровне, областной совет, городские, районные, сельские особенно советы, они каким-то образом будут влиять на то, кто будет покупать, как покупать. А если не будут влиять, но слюни текут, кушать хочется, они могут палки в колеса начать вставлять? Есть у них такие механизмы? При ремонтной реформе, которая происходит во власти, да, местных советов, сельсоветов и так далее, конечно же, они не будут влиять. Потому как центр, допустим, вот там у нас были сельсоветы, они теперь в райсовет вошли, а райсовет находится теперь в Херсоне. То есть фактически, ты представь себе разницу в километре же, грубо говоря, кто куда там добежит, не знаю, это так я примерно привожу пример. Конечно же, уже те далекие села, сельсоветы, они уже не будут влиять на ситуацию. Поэтому будет беспредел продолжаться и будут просто грабить народ. Там, где общины не разные, будем говорить, а вот они имеют значение, могут объединяться и так далее, конечно, они будут пытаться защитить свое имущество, либо, допустим, земли и все остальное. Но это обратно же конфликт уведет. Вспоминаю свое детство и вот эту шутку, которую в детстве не понимал, а повзрослев чуть понял, когда анекдот такой на украинском языке, что ты палыш, ватру, а я в чё ватру не буду, чьи гроши не буду на ватру, чё будешь полыть, сели раду. То есть вот, когда не на что будет купить сигареты, человек пойдет, ну, не сигареты, я сейчас о еде говорю, человек пойдет сельсовет сжечь. И что тогда? Да, вот народ же не пойдет в Киев, он начнет безобразничать на местах. И вот на местах власть должна будет каким-то образом защищать честно наворованное от своих же избирателей. Ну, ты абсолютно правильно говоришь, к этому придет. Давай будем говорить. Сейчас выборы произошли, пандемия, да, в Херсонской области. Хочешь, не хочешь, они сейчас что-то будут закрывать, потому что им надо как-то влиять на ситуацию. А тут еще проблема, будем говорить, с газом. Хотя газа много. Вроде бы забили все хранилища, но безденежья платить нельзя. Они вот сейчас поднимают обратно за газ. И как вообще будет новый мэр входить, которого через две недели изберут. А вот ты знаешь, что у нас два тура, а теперь будет вот последняя, да, входят в зиму, фактически город не подготовленный, новая система управления областью, селами и так далее. Я не представляю, как они, вход в зиму, будут еще это делать. А грамотных людей гораздо меньше стало. Они ушли. Потому что я знаю, что многие, которые грамотные, пытались пройти, им просто-напросто не дали. Не дали. Я многих знаю. А о некоторых просто-напросто, ну у них таких денег не было, чтобы в списки войти. Да, ну не было. А прошли люди, которые вообще не понимают, что это такое. Там клема негде ставить, там просто вор. Вор в рап погоняет. Допустим, там же тот же самый Церюбинский район. Вот тебе и все. Алексей Валерьевич, ну вот заканчивая эфир, не помню фамилию, твой коллега был в парламенте от Юлия Тимошенко, которого приговорили к 15 годам лишения свободы за то, что он сафари на местных крестьян устраивал у себя в очень будущем народным депутатом Украины. Так вот, этот Лозинский, по-моему, фамилия, преступник, который получил, сняли с него все судимости уже, и он опять стал депутатом на верстных выборах, депутатом, по-моему, облсовета. Объясни, а как такое вообще возможно, что люди, преступники, убийцы, они сегодня опять вернулись во власть? Окей, значит, давай будем говорить так, это сегодня уже бытность Украины. Бытность. Это уже как будто этого и не было, назовем так. Бандит, бандит проходит, вор, вор проходит. Слушай, если посмотреть по наполнению Херсонской области депутатов, всех советов, вот я сейчас примерно рассматриваю, изучаю всю ситуацию, и то, что я, допустим, еще до того времени знал, и кто эти люди были, я вообще в ужасе. Понимаете, там и двоечники, там люди и без образования, там люди бывшие бандиты, там бывшие с ОПГ, там есть и наркоманы, там есть, ну, это просто-напросто тихий ужас. И националисты, и отошники, которые стреляли у людей. А чему удивляться, тут какой-то Лозинский прошел. Ты посмотри по наполнению списков вообще везде по Украине. Эта волна захлестнет страхом и ужасом. Но, извини, народ такой, он решил побаловаться. Ведь прививку 2014 года они обратно вернулись и получили. Ты посмотри, Западная Украина за кого проголосовала. Это о чем-то говорит фактически Порошенко. И националисты, если все вместе взять, они депутатами преобладают больше, чем у ОПЗЖ. Вот факт. Потому что у ОПЗЖ отобрали Донецкую область, Луганскую область, там, где, ты знаешь, запретили голосовать. Вот и все. Так они в неравных рамках находились. Вот мы получили искаженность. Понимаешь, кривые зеркала. Вот и все. Вот мы получили. Хотя масса людей, если б люди правильно понимали, несмотря на то, что у ОПЗЖ списки не очень хорошие, но они хотя бы за мир говорят, они хотя бы за дружбу говорят, за соокоперацию говорят, вместо того, чтобы взять всем скопом быки и проголосовать, люди обратно упустили этот шанс. Вот и все. Это беда. Это бич Украины. Ну что ж, видели, что, как говорят у нас правильно, теперь ешьте хоть, пусть глаза повылазят. Бачили очень, чтобы куповал и ешьте хоть повылазьте. Так что... Ну что ж, Алексей Валерьевич, посмотрим, подождем итогов вообще выборов по всей Украине, потом обязательно пробежимся по областям и обсудим у кого какие шансы оторвать свою область от Киева, перестать им платить и рисовать фигвамы. Ну, есть у меня маленькая надежда, что вот эти области, которые находятся ближе к Польше, Венгрии, Румынии и прочим странам начнут в скором времени свой парад маленьких суверенитетов, а то и вхождение в состав других стран. Чем меньше золотого запаса будет у Гетмана, тем быстрее они разбегутся. Ну, а ВО «Свобода», которое там 60% набрало где-то в Западной Украине, так они точно вернутся к той мысли, что мы не сепаратисты, мы патриоты своей западной Бандеровской Украины, а там остальные все ватники. Но нам же говорили, что националистов это мало, а ты посмотри, все-таки 60%, если посчитать поединично, считай, что больше 20% родилось. Ну, это грубо, я так сказал. это, к сожалению, ушко и больно. Алексей Вячеславович, спасибо тебе огромное, продолжай держать руку на пульсе и контролировать ситуацию на подведомственной тебе территории. Всего доброго, пока. Всего доброго. Итак, дорогие друзья, это был Алексей Журавка, ну, а мы ненадолго вас покинем, сейчас вернемся и продолжим. Пока. Продолжение следует...